Павел I Он управлял танцами, запрещение танцевать вальс Одеждой запрещены сертуки с разноцветными воротниками и обшлагами Повелел, чтобы они были одного цвета Внешностью запрещение всем носить широкие большие букли Запрещение носить бакенбарды И даже звуками запрещено, чтобы кучера и форейторы, ехавшие, кричали Гордо заявлял шведскому послу в России Нет важных лиц, кроме того, с которым я говорю и пока я с ним говорю В июне 1834 года Александр Пушкин писал жене Наталье Николаевне Летний сад мой огород Я, вставший ото сна, иду туда в халате, в туфлях После обеда сплю в нем Читаю, пишу, я в нем дома Радуюсь, что Сашку от груди отняли Давно пора А что кормилица пьянствовала, отходя ко сну Так это еще не беда Мальчик привыкнет к вину и будет молодец На фото тот самый Сашка отнятый от груди Снимка кормилицы не нашел В Одессе Сара Бернар дебютировала с пьесой, где она играла роль нищенки Играла превосходно Но, очевидно, ее чистый французский язык не имел чисто одесского акцента Потому пьеса шла вяло Но опытная Бернар знала В конце есть монолог, который заставлял плакать даже королевских особ И вот финал Нищая, несчастная набросала в зал Я же не имею сил ходить Я умираю, умираю с голоду И вскинула над головой руки И тут она заметила, что перед выходом на сцену забыла снять запястье золотой браслет И тогда из портера кто-то, видимо, не лишенный сострадания тактично предложил Сахачка, вы продайте свой миленький браслетик, я бы тысячи полторы отстегнул Я бы две тысячи дала, уточнил женский голос в другой ложе Две двести Тут же включились торги на галерке Торг был долгий на то, это была Одесса, а она не подарок Но это была Сара Бернар, не подарок вдвойне Я же пробовала продавать, бросила она в зал, трагически уронила руки Но он фальшивый И упал на пол Это ее и спасло, потому что из зала хлынул девятый вал овации Готовый все снести подобно урагану Что ж, одесситы умели ценить талант, особенно талант торговаться Цель оправдывает средства По одной из версий авторства, эта фраза принадлежит основателю ордена иезуитов Игнатию де Лойла В оригинале она звучит так Если цель спасения души, то цель оправдывает средства Ну вот, тут дальше, в общем, частушки я нашел самый приличный для частушек инструмент Как-то ехал царь из леса весело, спокойненько Вдруг услышал свист балбеса, соловья разбойника С той поры царя корежет, словно кость застряла в ем Пальцы в рот себе заложит, хочет свистнуть соловьем Надо с этим бой начать, а то начнет разбойничать Царь не шагу из квартиры, а друзья, приятели Казначеи и кассиры в пол казны растратили Фаина Раневская говорила о Инне Чуриковой Мне интересна ее неповторимость Она необыкновенно выразительна Я верю каждому ее движению, взгляду Верю ее глазам Никогда не забуду, как она угощала своего любимого Ешьте, как птица Как держалась, смотрела на него И делалась красивой Дар? Такое тончайшее состояние Его сохранить очень трудно Можно сыграть вначале что-то замечательное, интересное А потом по разным причинам так уже и не получается Как сохранить? Трудно Думаю, надо жить с интересом Даже к тем людям, с которыми ты не знаком Почему? Анна Маньяни была гениальна Да потому что она талантлива в жизни Она очень индивидуальна И молодая, и в зрелые годы Она играла блистательно Потому что у нее такое сердце Глубокое и видящее Я помню, мы были в Италии Встречались с каким-то итальянским чиновником От кино Я спрашиваю Как живет Анна Маньяни? Что она сейчас делает? И он так цинично сказал Пишет дневники, наверное Он меня просто обидел Он подчеркнул, что она вышла в тираж По его неумному мнению Из наших актрис На одну ступеньку с Анной Маньяни Поставлю Нонну Мордюкову Она была гениальная актриса В ней Была такая мощь Она была земля И небо В ней был космос И глупь морская Она могла быть Ужасно смешной Могла быть трагической До мороза по коже И никогда она не играла А везде жила Я так люблю это фото Инна Чурикова, Глеб, Панфилов Венеции, Налида Сентябрь 1970 года Их первая заграничная поездка вместе Локарно два года назад Ни его, ни ее не пустили А ведь Тогда их первый фильм В огне брода нет Получил золотого леопарда Но Панфилову даже не дали Его подержать в руках О своей победе Они прочли в газетах Такая была жизнь Но в Венеции Они были абсолютно счастливы И впереди у них Еще будет столько всего Его выдающиеся фильмы И ее великие роли И рождение их сына в ванне Она поздно стала мамой И вся эта огромная Прекрасная жизнь Которая разворачивалась Перед нашими глазами Как некий эпохальный сериал Где в главных ролях Были всегда он и она Актриса и режиссер В их союзе Человеческом творчестве Была заключена некая тайна Тайна двоих Которая была ведома Только им одним Но ее свет Таинственным образом Проникал в каждый кадр Освещал каждое мгновение На сцене Это особая магия Которой владели те режиссеры Которые в своих актрисах Видели не только Любимых жен и подруг Но и свой эстетический идеал Как фон Штернберг Марлен Или Феллини В Джульете Мазине В случае Панфиловой Чуриковой Мы имеем дело С чем-то несомненно похожим И в то же время Особенным Не попадающим Ни под какие клише И форматы Они ушли в один год С разницей в семь месяцев Это тоже символично Ее не стало Свет погас И он не захотел Слишком задерживаться В одиноких потемках Эти двое Любили смеяться Особенно она Чем не трудно убедиться Глядя на фотографию Сделанную 53 года назад Однажды Глеб сказал мне Одну очень важную вещь Ты Должна бежать На длинную дистанцию И тебя Должно хватить на нее Не делай все И сразу Постарайся Чтобы сил хватило Не на долгую дистанцию Фильма А вообще На долгую дистанцию Жизнь Век живи Век учись Эту фразу Можно услышать Практически От каждого учителя Но при этом Мало кто знает Что в оригинале Она звучала так Век живи Век учись Тому Как следует жить А автор этого Изречения Луций Аней Сенека 30 августа 1913 года Не стала основателем Музея Изящных искусств Нынешнего ГМИИ Импушкина Ивана Владимировича Цветаева Отца Марины Цветаевой За две недели До своего ухода Из жизни Во время отдыха В любимой Тарусе Иван Владимирович Записал в дневнике Такого дня Как вчерашний С его теплом Осенней прозрачностью Воздуха И ничем не возмутимый С утра до заката Тишиной Когда не шевельнется Ни один листик На деревьях Я не встречал За все это Пестрое Непогожее лето Хотелось бы Сохранить силы На три года Когда мне стукнет Семьдесят Срок За которым Должно Последовать Прекращение Профессорской службы Как ни борись И на восьмом десятке Будешь представлять Для молодежи Только комическую фигуру Да и к чему тянуться Велика милость Божья Если сохранить Жизнь до семидесяти Когда припомнишь Все мои учителя Сослуживцы И сверстники Улеглись на покой Куда раньше Гораздо раньше Улеглась на покой И дочь Ивана Владимировича Осудите Сначала себя самого Научитесь Искусству такому А уж после Судите врага своего И соседа По шару земному Научитесь Сначала себе самому Не прощать Ни единой промашки А уж после Кричите врагу своему Что он враг И грехи его тяжкие Не в другом А в себе Побеждайте врага А когда Преуспеете в этом Не придется Уж больше Валять дурака Вот и станете Вы человеком О мертвых Либо хорошо Либо ничего Если быть точным То древнегреческий Поэт И политик Хилон Испарты Живший В шестом веке До нашей эры На самом деле Сказал о мертвых Либо хорошо Либо ничего Кроме правды Из дневников Георгия Буркова Я всю жизнь Скрывал Что я Маминкин сынок Мне было стыдно Сознаться в этом Ведь я страдал Из-за всяческих пустяков Например Из-за попавшей По трамвай собаки Или раздавленного Машиной голубя До сих пор Помню уроки матери Я рыдаю Над судьбой Муму А счастливая От моих слез Мать Добивает меня И читает дальше Или Жестокая Сказка матери Сочиненная Специально для меня Когда я украл деньги Но однажды Шукшин Сознался мне Что и он тоже Маминкин сынок Что же это такое В ребенка Каким-то Только матери Известным способом Вселяется Страдание И мечта Жизнь коротка И вся в действии Соприкосновение С истиной С правдой О себе Это всего Несколько мгновений Мгновения Эти скапливаются К старости И как-то Смиряют человека Укращают И он даже В чем-то позволяет Себе признаться Перед другими На покоение Способны Единицы Из миллиардов Истина в вине Знаменитое Высказывание Плиния Старшего Истина в вине На самом деле У фразы Есть продолжение О здоровье В воде В оригинале Она звучит Ин вина веритас Ин аква санитас 93 года назад Родился Мераб Константинович Мамардашвили 1930-1990 Советский философ Доктор философских наук Профессор МГУ Приведу фрагмент Из его эссе Философия и свобода Зная человеческую историю Остается только удивляться Активному человеческому Невежеству и бездушию И когда это есть То ясно, конечно Что бескультурья Воспроизводится Как постоянная тень культуры Потому что Саму культуру Можно держать Лишь на пределе Доступного человеку Напряжения всех сил В так называемых Чистых Или Граничных Состояниях В том, что я назвал Существующим В виде границ мира А не внутри мира Лишь благодаря им Возможны Свои законные Человеческие события Составляющие Тело культуры Вот Скажем Если есть граница Называемая мыслью То в поле Сопряженное С этой границей Могут Случаться мысли Иначе Они случаться не могут Вообще Ум и глупость Я бы различил так Глупость Это все Что думается Само по себе Ум Это то Что производится На собственных основаниях Что думаю Я сам А это очень трудно Подумать самому Для этого нужно Оказаться в каком-то поле Иметь силу На определенное напряжение Своих возможностей И держаться в этом усилии Во-вторых Нужно иметь мужество Потому что Самое большое мужество Это мужество Идти к тому О чем В принципе Нельзя знать Поскольку Это наверняка Может обернуться Тем террор Антикуус Древним ужасом Который Есть ужас Чего? Реальности Той реальности Что обнаруживается Только со стороны Священного ужаса Который она вызывает Как лик Чего-то В принципе Всегда другого Другого Чем мы предполагали Другого Чем мы привыкли думать Другого Чем мы знаем И так далее Все это Есть реальность Поступающая В тот самый момент Когда мы Оказываемся По ту сторону Добра и зла И мы должны Иметь мужество Встретить ее Войти в эту реальность Став другими А это невероятно трудно Но в то же время Если что-нибудь происходит То происходит именно так Хотя может Конечно И ничего не происходить Вообще Ничего не случаться Вот например За те годы Что мы прожили И вы и я Мы уже убедились Что в нашей жизни Практически ничего не происходило То есть Всегда что-то делалось Но ничего не менялось Все только снова И снова повторялось Почему Потому что позади нас Не нашлось Или нашлось Мало людей Способных Прибыть Раз и навсегда Прибыть В смысле Совершить поступок В котором Человек Осуществился бы Реализовал себя Став другим Страну В которой мы живем Я бы назвал Страной Вечной беременности Ведь это Действительно Некое Адское состояние Никак не разрешится От бремени Или все время Разрешаться Но никак не разрешится Вот и сейчас Например Говорят об обществе Память Как будто мы снова В России Начало века Почти через сто лет Когда появилась Черная сотня Мы снова имеем дело Фактически С той же Раскладкой политических Сил и возможностей Большевики И патриоты Значит Где-то В чем-то Люди Не шли до конца Не меняли Радикально Саму почву Проблем Не меняли Термины Дилеммы Не дилемму Внутри она Может быть Неразрешима Так же Как скажем Во времена Достоевского Была неразрешима Дилемма Доносить ли На народовольца Несущего в кармане Бомбу Или не доносить Доносить безнравственно Общественное мнение Заезд Не доносить Тоже Тем более Если ты сторонник Определенной Концепции государства Устройство Разумной жизни Когда возможен Хоть какой-то Прогресс И казалось бы Нужно схватить террориста Но нет Нельзя И вот это Крутится Как вечная машина Выход из этой ситуации Возможен Повторяя Только через Выпадение В другой мир Через Изменение Самой почвы Которая рождает Такое сцепление Само по себе Неразрешимое Тогда Только можно Что-то сделать Это изменение Почвы И означает Перерождение И тем самым Разрешение От беременности Иначе Все будет Оставаться В состоянии Добронамеренности А в морали Этики Нет добрых Намерений Потому что Добро Это не просто Желание Или склонность К добру А искусство То есть Точно сделанная вещь Независимая От намерений Поэтому правы Те художники И писатели Которые утверждают Что не существует Моральной Или аморальной Литературы Плохая литература То есть Плохо сделанный Текст Всегда аморальна Жизнь коротка Искусству вечна Фраза Арс Ланга Витта Бревис На русском языке Еще дальше ушла От оригинала Чем в латинском переводе И понимается Теперь Так что Вроде Рукописи не горят На самом деле Изначально Это цитата Из Гиппократа Жизнь коротка Путь искусств Долог Удобный случай Скороприходящ Опыт Обманчив Суждение Трудно То есть Просто-напросто Рассуждение О сложности Медицины Для изучения Которой И всей жизни Не хватит В оригинале Вместо слова Арс Искусство Стоит греческое Слово Которое Не обязательно Искусство Но с тем же Успехом Ремесло Или умение Ладно Вмещающее Закладывая До нашей Дело Дело было Выиграно В своей речи Цицерон Приводил Такой аргумент В некоторых Межгосударственных Соглашениях О взаимном Признании Рима С соседними Странами Был пункт Явно Исключающий Двойное Гражданство Жители Тех стран Не могли Стать Римскими Гражданами Не отказавшись Сперва От своего Гражданство Бальба Было Двойным Это и есть Формальная Сторона Обвинения Цицерон Это исключение Есть То те соглашения В которых Его нет Подчиняются Противоположному Правилу А именно Позволяют Двойное Гражданство Иными словами Если существует Исключение То должно быть И правило Из которого Это исключение Сделано Даже если Это правило Явно Никогда Не формулировалось Таким образом Существование Исключений Подтверждает Существование Правила Из которого Эти исключения Делаются Не исключения Подтверждают Правила А существование Исключений Подтверждает существование правила Ну, можно ли представить мир без шуток? Да он без шуток был бы просто жуток Когда на сердце холод, страх и тьма Лишь юмор не дает сойти с ума Судьба играет с нами в чёт и нечит Уныние казнит, а юмор лечит Хвала шутам, что вовремя смогли нас удержать от яда и петли Простой пример У вас упадок духа У вас гастрит, ангина и желтуха Ваш дом сгорел, от вас ушла жена К тому же вы с большого будуна А вам навстречу медленно и чинно Высокомерный шествует мужчина Дурак и хам, красавец и атлет Удачливый самец в расцвете лет Он выглядит эффектней монумента Но только без коня и постамента И город с ликованием готов его осыпать ворохом цветов Но вдруг Природы ветреной причуда Над ним летит случайная пичуга И какает сердечно и тепло на это горделивое чело Любимое занятие монументом Быть оселком для птичьих экскрементов Среди иных и этот монумент На птичьи напросился комплимент А миг назад он женщинам влюбленным казался совершенным Аполлоном Он был почти что с Богом наравне Но капнул и с небес И он в говне И вы при виде птичьего греха Буквально помираете от смеха Хоть нами зачастую правит бес Но и его курируют с небес Очередной прохост не вышел в дамки И значит жизнь в свои вернулась рамки И значит в мире есть и стыд и честь И справедливость тоже в мире есть И жизнь не так шу В общем безобразна И вы вполне открыты для соблазна И вот прошла собачка одна И незачем бросаться из окна И можно ли представить мир без шуток Да он без них не выживет и суток Не сбрасывайте братцы со счетов Спешащих к вам на выручку Шутов Над нами простиралась По всей стене чужая далекая страна И давно минувшее время Завершала свой горестный оборот И горсточка обреченных Скуластых туземцев Все так же не помышляла О своем скором и неминуемом конце И там в этой обреченной толпе По-прежнему выделялся человек С европейским лицом Высоколобый со взглядом Исполненным благородством Но в этом взгляде уже таилось Предчувствие гибели и бессилия Перед неумолимостью природы Конкистадоры Со злодейскими физиономиями Подкрадывались к ним С левого края полотна Им уже мерещились Запоздалые крики раненых И стона умирающих И смуглые остывшие тела Они уже в мечтах Распределили между собой Добро туземцев Которое должно было попасть К ним в лапы Тяжелые золотые слитки Нечисто плотные Индейские жены Которых они мысленно уже обнимали Не брезгуя Ибо сами имели еще смутное представление О чистоплотности Грязные вшивые сорочки С кружевными воротниками И башмаками С деревянными пряжками Вызывали в них чувство превосходства И придавали им храбрости Их бородатые немытые лица Казались им верхом совершенства Холопы у себя на родине Привыкшие зависеть и повиноваться Неразбитые кнутом И терпевшие насмешки аристократов Они сладострастно мечтали о власти И с упоением торопились Заполучить ее Хотя бы здесь На этом чужом беспомощном берегу Лишь миг оставался до того момента Когда должна была удовлетвориться Их беспощадная жажда Насилия и власти А те по-детски доверчивые Гостеприимно Протягивали к ним свои смуглые руки Не подозревая, что уже обречены И что это райские врата Это единственное, на что они могут рассчитывать Господа Наша высокородность И изощренный состав крови Утонченное воспитание И изысканность манер Наша приверженность к философии И благородный блеск глаз Даже все это не ограждает нас От ненасытного микроба холопства Проникающего в наши души Самыми невероятными путями Где же защитные средства От него И что сулит нам избавление Неужели род человеческий Совершенствуясь Не в силах противостоять Этому ничтожному существу Разъедающему племя людей Поглядите вокруг самих себя Самонадеянным своем раже Мы проглядели Что и нас уже коснулась эта зараза И мы-то в наш золотой век Когда корабли движутся с помощью пара И уже локомотивы дымят и мчат нас Вместо медленных капризных И хрупких экипажей Когда мысль человечества Устремляется в небеса Надеясь снабдить нас прозрачными крыльями В наш-то золотой век Когда литература уже достигла Обнадеживающих высот В строках Александра Пушкина И нынче здравствующего Господина Тургенева Выше которых уже ничего невозможно Неужели в наш-то золотой век Мы, подобно темным предкам С тайной ненавистью к собрату своему Тоже стремимся самоутвердиться За его счет И зависть, и злоба, и страсть Подавлять Неужели все это чем мы владеем? Так где же совершенство? В чем оно? Изяществе нарядов В умении Приподнять цилиндр Пусты наши души И холодны глаза Перед лицом чужой жизни С самого раннего детства Мы точим оружие Друг против друга И каждый тайно надеется Что именно ему повезет И судьба Именно его великодушно И торжественно Возведет над всеми И этот ничтожный микроб Разъедая наши внутренности Принуждает нас Лицемерить и лгать Изворачиваться И подобострастничать Чтобы приблизиться Наконец И вонзить нож В мягкую спину врага А после поплясав на трубе Провозгласить себя единственным И для этого Только для этого Мы не ленимся Ковать стальное Смертоносное оружие И мы с восторгом Изучаем искусство Владения им И поощряем Сами себя в этом С восхитительной Наглостью утверждая Что это якобы В целях Самозащиты Когда же нам удается Использовать его Мы используем его С легкостью И торжествуем Видя себя еще на шаг Продвинувшимися К заветной цели Но этого Нам кажется мало И рядом с остальным Оружием Мы носим при себе Набор прекрасных Испытанных средств Ложь Клевету Угодничества Которые Пострашнее кинжала И как всегда А где цивилизация? Почему же Она не облагораживает Не очищает И не излечивает нас? Во все века И времена Рождаются Одинокие гении Которых не заботит Жажда власти И насилия над другими Но они Сами становятся Жертвами Собственных собратьев Которые Клянутся Впоследствии Их святостью Собираясь На очередное Темное дело История идет Вперед Цивилизация Хорошеет И самодовольно Показывает себя Со стороны фасада За которым По темным углам Продолжает Убивать Беспомощных Гениев Выжимая их И беря у них Для сокровенных Удобств Плоды Их мучительной Вдохновенной Короткой жизни Их мучительной Их мучительной Их мучительной Рот Их мучительной Продолжение следует...